Депутаты Магаданской городской думы готовятся к участию во внеплановом расширенном заседании комиссии по бюджету и вопросам экономического развития. На заседании должна быть представлена подробная информация об использовании бюджетных средств в 2020 и плане расходования в 2021 году. Депутаты ожидают диалога с исполнительной властью. Если говорить о моем вчерашнем комментарии по поводу принятия бюджета 2021 года, о том, что нет желания и моральных оснований для этого, если несколько развернуть эту формулировку, то мы хотим услышать диалог и хотим получить ответы на все поставленные вопросы от исполнительной власти. У депутатов очень много запросов по тому, как исполнялся бюджет 2020 года, как он планирует исполниться в 2021 году, именно к исполнителям. У нас нет вопросов к многим управлениям, учреждениям, мэрии, которые работают в исполнении полномочий на благо жителей города Магадана. Это такие, как правовое управление КУМИ, например. Народные избранники намерены детально разобраться в механизмах расходования и планирования городского бюджета. У нас есть много вопросов тем, кто непосредственно осваивает бюджетные средства по муниципальным программам, по национальным проектам. Мы хотим получить четкую картинку, как это все складывается, потому что из этого понимается бюджет этих МБУ, МУПов, чтобы у нас потом не приходили и не просили поддержки УДУМы взять очередной кредит на закрытие тех или иных вопросов. Потому что элементарно решение находится сначала в хозяйственной деятельности. Нужно провести анализ, и эти решения выплывают на поверхность. И эти вопросы будут в том числе заданы. Будет много интересных, скажем так, вопросов, острых вопросов, на которые мы надеемся получить исчерпывающие ответы. Если эти ответы не будут получены и у депутатов не возникнет ощущение доверия, а будет ощущение недоверия, то я допускаю такой момент, что бюджет не будет принят до того, пока это доверие не вернется, скажем так. В случае отсутствия понимания с исполнительной властью областного центра бюджет на следующий год принят не будет. Ничего страшного для города в этом нет. Будет жить по одной двенадцатой. По словам председателя Магаданской городской думы Сергея Смирнова, речь идет не о разовом повышенном внимании депутатов к бюджетной теме, а о выстраивании новой системы взаимоотношений. Главная цель – прозрачный и понятный бюджет. Коллеги не хотят жить в таком формате, в каком это предлагается. Бюджет, по сути, он должен быть открытым. И на любой вопрос бюджетных денег, которые формируются в том числе из налогов жителей города Магадана, предприятий города Магадана, которые являются налогоплательщиками, на любой вопрос, даже самый неудобный, должен быть получен развернутый ответ. А бюджет, он представлен в такой форме, что в нем практически отсутствует информативность для понимания деятельности той или иной организации. То есть, по большому счету, все можно свести к тому, что просто, господа, мы вам предлагаем принять бюджет, сумма 6 миллиардов 880 миллионов рублей, бюджет социально направленный, кто за? Все, проголосовали, пожали руки, разошлись, а дальше осваивайте, как хотите. Нет, такого не будет, и уровень компетенции городской думы, он растет, и, соответственно, вопросы становятся неудобнее, но на них нужно давать ответы и делать так, чтобы система расходования бюджетных средств была прозрачной и эффективной. Также депутатский корпус недоволен политикой по привлечению кредитных средств. Здесь я и в том числе про муниципальный долг говорю, это займы у кредитных коммерческих организаций. Совершенно меня эта тема не устраивает. Кредиты должны браться на закупку основных средств, на закупку оборудования, на то, что должно потом нести в конечном итоге прибыль. Это логично, но когда берется кредит и деньги закапываются в землю или раздаются на зарплаты, или делаются какие-то памятники, ну, извините, я этого не понимаю, не пойму, и в этих тенденциях мы будем работать в 2021 году. Внеплановое заседание депутатской комиссии состоится на следующей неделе. Продолжение следует...